Товарищи, сегодня у нас заключительное в этом учебном году занятие по капиталу Маркса. Но вот, как всегда, перед занятием два слова буквально по поводу одного комментария. Вот товарищ написал в прошлом занятии, если рабочий вместо 12 часов отработает только 6 часов, то это не означает, что он поручит зарплату спорна. Но здесь спорна, он в любом случае получал спорна, просто здесь имелось в виду, что рабочий все забегает себе, ничего не оставив капиталисту. На развитие, на прибавочную стоимость. Рабочий поручит только за 3 часа, а 3 часа присвоит капиталист. Вот это вообще не совсем правильно, это не догма. Почему? Потому что рабочий, что должен получить рабочий за свой труд по отношению к капиталисту? Что из себя представляет зарплата рабочего? Зарплата рабочего – это цена его рабочей силы. А цена, как мы знаем, это денежное выражение стоимости. То есть закон стоимости заключается в том, что цена, она колеблется вокруг некоего центра, который и есть стоимость. А стоимость рабочей силы – это величина объективная. Если рабочий раз не ведет борьбу, то эта стоимость снижается до стоимости самых необходимых товаров и услуг для поддержания жизнедеятельности рабочего и восстановления его рабочей силы. И что мы видим? Мы видим, что вообще говоря ниже вот этой нижней планки, если капиталист хочет, чтобы его рабочий жир и работа на него, он платить рабочему не может. Можно сказать, что вот бывает такое понятие, как там пор ставки и сокращенная рабочая неделя, когда рабочих, грубо говоря, там разгоняют, они приходят там три дня в неделю, пропорционально получают меньшую заработную плату, и вроде как бы при этом живут и не умирают. Ну, это да, с учетом того, что в них могут быть какие-то другие источники существования, да, в других местах, и еще такая вещь, как пенсия родителей, есть там квартиры сдаваемые в наем, там с женой поженились, там одну квартиру там можно как-то сдать, тесниться в другой. Есть другие источники существования. Но вообще говоря, это вот здесь так заработной платой нельзя относиться фривольно. Потому что будешь платить меньше, произойдет то же самое, как если, скажем, в автомобиль там лить не то масло, которое нужно, а более дешевое, так же, как с любой другой машиной обходиться, так же, как если, грубо говоря, там лошади сена не додавать. То есть, это объективная величина, которая не с потарка берется, и здесь так просто ее не уменьшишь. И не случайно, вот потом, когда мы заглянем дальше, Маркс приветствовал, когда рабочие боролись, ну вот во время написания капитала норме считался 12-часовой рабочий день. Но рабочие уже вели борьбу за 10-часовой рабочий день. Причем они вели борьбу, даже были согласны на пропорциональное уменьшение заработной платы при этом. И тем не менее, капиталисты очень жестко против этого восставали. И говорили, что вот рабочие, демагоги хотят вас увезти, не дать вам заработать и так далее. Это мы потом это почитаем. И изучим в дальнейшем. Ну вот. Почему так? Потому что, если войдет в норму, что все будут работать по 8 часов, даже сначала с пониженной заработной платой, все равно со временем до стоимости рабочей силы эта заработная плата повысится. Справедливо и обратное здесь. Что если много работать сверхурочно, то сначала вроде как сверхурочная работа, она даст некоторую прибавку. Там даже вдвойне оплачиваемая, она там позволит себя как-то почувствовать. Но со временем, если это войдет в норму, сверхурочная работа, то неминуемо зарплата все равно съедет на ту же самую стоимость рабочей силы. И эту стоимость рабочей силы вы будете получать уже не за 8-часовой, а за 10-12-часовой рабочий день. Вот это вот такие вещи. То есть, это зарплата, которую получает рабочий. Это не результат какого-то влюблентаризма со стороны работодателя. И не результат производительности труда. От производительности труда зависит то, все. Нет, это стоимость рабочей силы. Работодатель ее вынужден будет платить. Поэтому, если снизить рабочий день в два раза, вот как здесь написано, предположим, что 6-часовой рабочий день образовался бы во времена Маркса, то все равно капиталист был бы вынужден платить за это время столько, чтобы рабочий мог восстанавливать свою рабочую силу. Если бы это приняло повсеместный характер, то тогда капитализм потягал бы свой смысл. То есть, у него не осталось бы никакой прибыли. Поэтому времена Маркса, 6-часовой рабочий день, да, он был нереален при тех вот цифрах. Ну, а сейчас, когда необходимое время составляет 40 минут, как в голове Виктора Георгиевич Доргов, ну, тут широкое поле для возможностей для уменьшения рабочего дня. Но это, так сказать, прошу прощения за многословия некоторое. Значит, мы с вами изучили процесс труда и процесс увеличения стоимости. И увидели, что стоимость может быть увеличена. Она не может быть увеличена путем использования только лишь за счет использования машин и механизмов самых производительных. Да и того, чтобы увеличить стоимость, а не просто перенести эту стоимость с машин и механизмов, необходима такая вещь, как рабочая сила. Труд или затраты рабочей силы. И вот эта рабочая сила, которая оплачивается по ее стоимости, а товара в результате своей деятельности, она приносит больше, чем ее стоимость. И только за счет этого мы получаем капитал как самовозрастающую стоимость. Но вот этот капитал, то, что капиталист авансирует в производство, он состоит из разных частей. Это часть, которую капитализм авансирует в перенесение стоимости средств производства во вновь созданный товар. И кроме того, имеется та часть, которая увеличивает стоимость этого товара по сравнению со стоимостью как средств производства, так и стоимости самой рабочей силы. Вот это какие части у... Так, Юрий Михайлович, это мы должны рассматривать. Да, это вот сейчас мы будем это рассматривать. Пожарочное. Ну, глава называется «Постоянный капитал и переменный капитал». В данной главе Маркс рассматривает, почему рабочий, когда присоединяет к предмету труда новую стоимость, присоединяет к нему определенное количество труда. Стоимость потребительных средств производства можно обнаружить в виде составных частей стоимости продукта. Следовательно, стоимость средств производства сохраняется, переносясь на продукт. Это перенесение совершается во время превращения средств производства в продукт. В процессе труда посредством труда. И вот Маркс оказывает, то есть каким образом вот этот вот процесс сам происходит. Вот присоединение новой стоимости к предмету труда и сохранение старых стоимостей в продукте – суть два совершенно различных результата, достигаемых рабочим в одно и то же время. Хотя в это время он работает не вдвойне, но вот эта двойственность результата, очевидно, может быть объяснена лишь двойственным характером самого его труда. В одно и то же время труд в силу одного своего свойства должен создавать стоимость, а в силу другого свойства должен сохранять или переносить вот эту стоимость. Поэтому рабочий присоединяет рабочее время и стоимость всегда только в форме своего своеобразного производительного труда. И только вследствие этой целесообразной формы средства производства становятся элементами созидания продукта новой потребительной стоимостью. Поскольку потребительные стоимости потребляются целесообразно для производства новой потребительной стоимости, рабочее время, необходимое для создания использованной потребительной стоимости, составляет часть рабочего времени, необходимого для создания новой потребительной стоимости. То есть представляет собой рабочее время, переносимое с потребительных средств производства на новый продукт. Следовательно, рабочий сохраняет стоимости потребительных средств производства или переносит. Их на продукт, как составные части стоимости последнего, не путем присоединения своего труда вообще, а вследствие особого полезного характера, вследствие специфической производительной формы этого присоединяемого труда. В своем абстрактном общем свойстве, как затрата человеческой рабочей силы, труд, например, предельщика, присоединяет к стоимости хлопка и веретен. То есть средств производства, новую стоимость. А в своем конкретном, особенном, полезном свойстве, как процесс предения, он переносит на продукт стоимость этих средств производства. И таким образом сохраняет их стоимость в продукте. Простым количественным присоединением труда присоединяется новая стоимость. В следствии же особого качества присоединяемого труда, старая стоимость и средства производства сохраняются в продукте. В процессе труда стоимость переходит со средств производства на продукт лишь в той мере, в какой средства производства вместе со своей самостоятельной потребительной стоимостью утрачивают и свою миновую стоимость. Они передают продукту лишь ту стоимость, которую они утрачивают как средство производства. Средства производства никогда не отдают продукту больше стоимости, чем оно утрачивает в процессе труда, вследствие уничтожения своей собственной потребительной стоимости. Максимум потери стоимости, которую они могут претерпеть в процессе труда, очевидно, ограничен той первоначальной величиной стоимости, в которой они вступают в процессе труда или рабочим временем, необходимым для их собственного производства. Поэтому средства производства никогда не могут присоединить к продукту стоимость большую, чем та, которую они обладают, независимо от обслуживаемого ими процесса труда. Производительный труд превращает средства производства в элементы образования нового продукта. С их стоимостью совершается своего рода переселение души. Из потребительного тела она переселяется во вновь сформированное тело. Рабочий не может присоединить нового труда, следовательно, не может создавать новую стоимость, не сохраняя старых стоимостей, потому что он должен присоединить труд каждый раз в определенной полезной форме. А присоединять его в полезной форме он не может, не превращая продуктов в средства производства нового продукта, и не перенося тем самым их стоимости на новый продукт. Следовательно, сохранять стоимость посредством присоединения стоимости – это лишь природный дар, проявляющийся в действии рабочей силы, живого труда, или дар природы, который ничего не стоит рабочему, но многое приносит капиталисту, именно обеспечивая ему сохранение наличной капитальной стоимости. Стоимость в средствах производства не потребляется, а потому не может быть воспроизведена. В средствах производится новая потребительная стоимость, которая вновь появляется как старая миновая стоимость. В процессе труда рабочий воспроизводит авансированные деньги капиталиста и создает новую прибавочную стоимость. Эта прибавочная стоимость образует избыток стоимости продукта над стоимостью элементов, употребленных для образования продукта, то есть над стоимостью средств производства и рабочей силы. Средства производства с одной стороны и рабочая сила с другой представляют собой лишь различные формы существования, которые приняло первоначальная капитальная стоимость в результате совлечения себя денежной формы и своего превращения в факторы процесса труда. И вот та часть капитала, которая превращается в средства производства, то есть сырой материал, вспомогательный материал и средства труда, в процессе производства не изменяет величины своей стоимости. Маркс называет это постоянным капиталом. А та часть капитала, которая превращена в рабочую силу в процессе производства, изменяет свою стоимость. Она воспроизводит свой собственный эквивалент и сверх того избыток, создает прибавочную стоимость, которая, в свою очередь, может изменяться больше или меньше. И с постоянной величины эта часть капитала непрерывно превращается в переменную, то есть называется переменным капиталом. И те самые составные части капитала, которые с точки зрения процесса труда различаются как объективные и субъективные факторы, как средства производства и рабочая сила, с точки зрения процесса увеличения стоимости различаются как постоянный капитал и переменный капитал. То есть, значит, коротко, если подвести итог, то что мы видим? Когда создается новый продукт, да, он обладает некой стоимостью. Из каких составляющих эта его стоимость складывается? Получается, из стоимости средств производства. С одной стороны, стоимость средств производства. Вот у вас токарный станок. И что стоимость его? Что вы понимаете по стоимости средств производства? Но это у нас не экзамен, поэтому это так, если вы не напрягаетесь. Ну, то есть, тот капитал, который капиталист затрачивает на приобретение именно средств производства. А что средства производства вообще? Это предметы труда и средства труда. То есть, предметы труда, например, дерево. И орудия труда. Орудия труда, да, называется. Орудия труда, это уже сами станки, какие-то определенные оборудования. Вот они вместе, предмет труда и средства труда, они образуют. То есть, предметы труда, они обладают стоимостью? Обладают, конечно. То есть, потому что на них даже есть какие-то чурки из леса, их надо было принести сюда, да? Подожить перед вами, чтобы вы здесь уже могли с ними работать. Аналогично обладают стоимостью орудия труда, но с ними уже схожнее. То есть, их стоимость, вроде как бы вы проработали на станке, и что с ним стало за то время, пока вы работали? Какая стоимость? Ну, понятная идея, что станок не вечен, да? И у него стоимость, и здесь, если это более-менее сложное оборудование, то эта стоимость включает стоимость его изготовления, стоимость нарадок, стоимость капитального ремонта, если таковой бы. И вот эта вся стоимость, она, так сказать, если ее поделить на количество изготовленных деталей, а потом умножить на количество деталей за смену, то это получится та стоимость, на которую вы износили станок. Да, другим словом. Потом есть еще всякие могут быть, кроме, собственно, ваших заготовок, могут быть всякие эмульсии, там, если вы на станке работаете, да, расходные материалы. Вы в станок масло вьете то же самое, еще чего-то, то есть на станок это вот все. И эта вот стоимость, как Марс писал, она вот, как переселение душ, она переходит во вновь созданное изделие. И она не меняется, да, то есть вот сколько мы потратили вот этой стоимости износа на амортизацию орудий труда, на предметы труда, все это, оно без всяких изменений переходит вот в эту стоимость нового продукта. Нового продукта, да, вот. А коль скоро она без всяких перемен туда переходит, в чистом виде, сколько было, тут столько и перешло, то она называется у нас постоянный капитал. Но, кроме того, кроме этих затрат, есть еще затраты рабочей силы. Рабочему надо еще платить. И капиталист авансирует вот эту, выдает рабочему вот эту зарплату. Он еще не продал свою деталь эту. Почему говорим здесь об авансировании? Зарплат это нет, и авансирования ничего нет. Это рабочий авансировал капиталист и потрудился, создал продукт. Ну да. И создал, да, новую стоимость. Зарплаты нет еще. Зарплаты еще нет. Она не нужна нам здесь. Предположим, он аванс выбер. Затраты на рабочую силу есть? Он замутит, нет. Как это нет затрат на рабочую силу? Значит, вопрос заработной платы замутит нам. Может быть. Значит, в стоимости вновь созданной детали затраты на рабочую силу есть? Есть. То есть, раз они есть, не будем здесь зарплаты не дать. Стоимость рабочей силы есть. Стоимость рабочей силы в этой детали есть. Значит, и вот она называется, как это? Переменной капиталом. А почему переменной? А потому что рабочий может разную стоимость создавать. Или может быть больше, либо меньше. Во-первых, прибавочная стоимость здесь есть всегда. Это вот та самая надстройка над стоимостью затраченных, над стоимостью авансированных капиталистам средств. Вот мы в предыдущей игре рассматривали, что капиталист авансирует 100 долларов, а получает 110. Ну, или талеров, там что-то, там шиллингов, неважно. Получает 110. Вот эти 10 долларов, они берутся не из того, что постоянный капитал, не из средств производства, они берутся именно из авансирования рабочей силы. Вот то, что капиталист из функционирования рабочей силы. Поэтому та часть капитала, которая идет, вот эти 100 долларов, что авансировал капиталист вначале, та часть из этих 100 долларов, которая идет на авансирование рабочей силы, она называется переменным капиталом. Переменным капиталом. И здесь вот что еще? То, что рабочий одновременно и переносит стоимость средств производства во вновь созданный продукт и добавляет к нему при этом стоимость, оно вытекает из двойственного характера труда. Мы знаем, что у нас труд, с одной стороны, это целесообразная деятельность по созданию потребительной стоимости, там используя при этом токарный станок или при этом веретено, чего-то еще. Вот. Это конкретный труд, который создает потребительную стоимость. Вот это перенесение, благодаря вот этой стороне своего труда, рабочий переносит стоимость со средств производства вновь получаемое изделие. А благодаря такому свойству, как расходование своей рабочей силы, это уже безотносительно конкретному характеру труда, как говорится, хочешь не, а хочешь куй, все равно получишь прибавочную стоимость. Вот. За счет вот этого абстрактного труда, который затраты рабочей силы, и не более того, затраты времени, жизни, нервов, мускульной энергии и так далее, вот за счет этого рабочий создает в то же самое время, он создает и прибавочную стоимость. Точнее, он создает новую стоимость, которую включает в себя стоимость рабочей силы эквивалент и прибавочную стоимость. Прибавочную стоимость. Вот это вот создается абстрактного. труда. Ну и потом еще там Маркс, он всячески, как всегда, в своей манере очень дотошный, он ставил опыты. А что будет, если там изменится производительность? Известит производительность. Да, изменится стоимость средств производства. И отсюда вот первое правило спекулянта. Купить подешевле? Нет. Это вы только резервуете. Это самое. Вот рассматривает товарищ Маркс ситуацию, что цена хрупкая повысилась в шесть раз. В результате не урожая. Стоимость. Он даже говорит стоимость. То есть не цена. Здесь говорить надо о стоимости, потому что вот именно этот центр колебания цен повысился. Кто-то в каком-то конкретном случае купит подороже, кто-то подешевле. Но вот стоимость в центрах колебания цен хрупкой. В результате не урожая и повышение трудоемкости его добычи, она вот выросла в шесть раз. Вот. И что мы видим? Мы видим, что у нас при этом с одной стороны результат нашего труда, если мы вот придем к пряжу и ткань, он, соответственно, тоже вырастет. Но тут не в шесть раз, потому что у нас затраты там на веретено остались те же, стоимость рабочей силы осталась та же. А вот за счет цены хрупка, соответственно, стоимость пряжи и стоимость ткани, она вырастет. Что вот здесь надо? Во-первых, здесь Маркс еще раз повторяет, что вот даже если вы используете из старых запасов прошлогодних хлопок, у которого стоимость была в шесть раз меньше, это никого не интересует. Все равно стоимость уже этой пряжи, она выросла, и все равно, так сказать, будет она так же выглядеть. Вот. Точно так же. Почему? Потому что стоимость это не есть нечто такое свойство товара, которое ему дано раз и навсегда. Вот был товар произведен, на него затрачено столько-то труда, такая-то у него стоимость. Сейчас производительность труда, скажем, выросла, и все у других каких-то причин стоимость этого товара упала. И даже стоимость того товара, что у вас лежала на скраде, она точно так же упала. Вот это вот надо иметь в виду. Че, Виктор Иванович? Ну так. Вот. Стоимость – это общественное отношение. Да, это общественное отношение. Ее нельзя измерить там, на весах взвесить раз и навсегда. А если общественные отношения меняются, за стоимостью что стоит? Общественное нехватимое, затраты труда. Да. Если они в примере, в данном случае, в шесть раз выросли, так и стоимость товара тоже выросла. Так, а первое правило спекулянта, оно заключается в том, что если выросла в шесть раз, скажем, цена хрупко-сырого. Срочно продавать. А? Срочно продавать. Его надо продавать именно хрупок. Не надо здесь из него ткать там чего-то, то, сё, а надо именно продавать сырой хрупок подороже. Вот это первое правило. Не надо на него добавлять стоимость, а продавать в сыром виде. Тогда наибольший навар получишь. Ну, в этом случае, да. Вот это первое правило спекулянта, как там пишет Маркс. То есть, он тут говорит, что, да, там цена средств производства вот хлопка возросла, а рабочий создаёт-то всю ту же стоимость. То есть, перенесённая стоимость возросла, а созданная всё та же идёт. Интересно. И не изменяющихся других услуг. Да. Да, если так сказать, если там, скажем, что-то другое, там, скажем, цена хлеба поднялась, а вы хлеб там перерабатываете, а тогда это традиция на стоимости рабочей силы, потому что рабочему хлеб надо потреблять, тогда здесь и вырастет стоимость труда. Производительность труда изменилась. Да. Или вот он тут, когда станок, допустим, закупили, там в шесть раз стал больше за рабочий день производить пряжа, соответственно, производительность труда в шесть раз выросла, и хлопка он перерабатывает в пряжу тоже в шесть раз больше, то есть, перенос стоимости вырос в шесть раз больше. Но работает он всё то же самое время. И, то есть, стоимость, которую он добавляет ко всему произведённой пряже, ко всей задней, она остаётся всё та же. То есть, а если мы возьмём, вот, к тому же количеству хлопка, до увеличения он делал сзади, например, шесть фунтов, после увеличения тридцать шесть стал делать. Так вот, если взять только шесть фунтов хлопка, то к нему присоединяется стоимость всего одна шестая теперь. Та же стоимость, что и прежде, теперь присоединяется к тридцати шести фунтам хлопка. Товарищи, я вот прошу прощения за занудство. Вот здесь опять же, от чего зарплата зависит. Вот, всё-таки, чтобы прочувствовать, что от стоимости она, рабочей силой, зависит. Вот в примечаниях капиталу, тринадцатое примечание. Лига против хлебных законов была основана в тридцать восьмом году 1800 фабрикантами Капденом и Брайтом. Вот зачем эти фабриканты, активисты, стали основывать Лигу против хлебных законов? А хлебные законы заключались в том, что торговля хлебом с импортируемым в Англии, она очень затруднялась ведением таможенных пошлин очень высоких. И так далее. И таким образом цена хлеба была завышена. Лига добивалась отмены так называемых хлебных законов, предусматривающих в угоду земельной аристократии ограничений запрет ввоза хлеба из-за границы. Принятый закон запрещал импорт хлеба до тех пор, пока цена на хлеб в самой Англии оставалась ниже 80 шиллингов за квартар. Вот. Ну и так далее. Лига ставила своей целью снижение внутренних хлеб цен на хлеб и тем самым и снижение заработной праты наемных рабочих. Лозунг «Свобода торговли» широко использовался Лигой в ее демагогической проповеди «Единство интересов рабочих и промышленников». Хлебные законы были отменены в 46-м году. То есть, господа капиталисты были очень озабочены, чтобы снижались цены на хлеб. А почему они были этим озабочены? А как снижаются цены на хлеб, они тут же снизят стоимость рабочей силы повысилась, а цена есть денежное выражение стоимости. Поэтому цена рабочей силы, то есть, заработная плата, она тут же повысится, понизится вслед за ценой за хлеб. И прямая экономия. У них работает так же, как для лошади вы для своей покупаете овес, или вы для машины своей покупаете бензин, и вы заинтересованы, чтобы и овес, и бензин был дешевле. Точно так же здесь капиталисты заинтересованы в том, чтобы содержание рабочей силы обходилось дешевле. И цена ее тут же упадет вслед за этим. Это вот по поводу, что касается здесь. Ну вот мы этот новую главу, мы, наверное, уже начинать не будем. Нет, погоди, мы еще там важные моменты. Там, да, там моменты еще важные, поэтому, если есть, так сказать. Да. Ну давайте мы вернемся к началу. Маркс ставит вопрос, какую роль в процессе создания увеличения стоимости играют объективные и субъективные факторы производства. Еще раз помним то, что Иван очень хорошо рассказал. Значит, объективные факторы производства это средства производства. Они делятся на две составные части. Или две. Это предметы труда и орудия труда. Значит, предметы труда они полностью потребляются в процессе производства. Полностью. Топливо, энерго, сырье и так далее. Заготовки и прочее. И стоимость их полностью переносится на готовый продукт. И совсем другое дело это штанки, какое-то оборудование. Вот станок. Срок службы его 10 лет. Он работает сегодня, завтра, послезавтра. Через 10 лет он прекратит свою работу. И стоимость станка переносится на готовый продукт по частям. В течение 10 лет равномерно процессе производства. И вот этот процесс переноса стоимости он еще имеет обратную сторону. То есть средства производства переносят станок переносит рабочий с конкретным трудом, переносит часть стоимости станка на готовый продукт. А что происходит со станком? Он теряет свои потребительские свойства. стоимость и потребительские свойства. И имя новой стоимости вместе с этим. А не потребительные стоимости. Потребительные стоимости переносится. То есть что происходит с такими средствами производства? Они умирают. Но как бы умирают с одной стороны, но происходит переселение душ. И вот этот процесс регулируется таким понятием как амортизация. Важнейшее понятие капиталистической экономики. То, нет у нас. Да, то, что есть в таком возвращенном виде. Немножко есть. То есть не нужно вот если посмотреть на этот процесс с точки зрения обычного нормального вменяемого капиталистка как сейчас модно говорить. Адекватного. Адекватного, да. Вот капиталист. Он решил начать процесс производства. Есть денежки, да, он превратил в капитал. Купил станки, оборудование, рабочую силу сказки рассказывает. Нет, нет. Он приватизировал советский завод. Ну, не будем говорить, мы можем долго потом приводить примеры, что у нас происходит. И по итогам процесса производства, когда получен какой-то товар, создан рабочими товар и получен, что должен делать рабочий? О, извиняюсь, капиталист. То есть реализован товар, реализована продукция, получены какие-то денежные средства. То есть часть денежных средств пойдет на выплату, вот о чем мы говорили, заработной платы. Часть уйдет на приобретение новых предметов труда, нового сырья и так далее. А как быть со станками? Он еще может работать, он 10 лет, 5 лет, может и 15 лет. То есть капиталист должен закладывать в издержки производства ту часть стоимости, которая переносится на готовый продукт и накапливать. Это не так выглядит, что он просто станок покупает, у него уже много станков, скажем, 10 станков, вот он раз в год станок купил. Может быть так, это мы усложняем просто. Это надо вопрос рассматривать в наиболее простом варианте, иначе мы усложним и просто запутаемся. То есть вот у него один станок, и этот станок служит 10 лет, и он частями переносится, стоимость станка переносится частями на готовый продукт. И возвращается капиталисту эти денежные средства тоже частями, в ходе, так сказать, реализации продукции. Капиталист что должен делать? Накапливать эти денежки, чтобы через 10 лет накопить полную сумму. Мы пока строгируемся от того, что идет рост производительности труда, инфляция идет и так далее. И он должен будет купить этот станок. То есть вот этот процесс переноса стоимости средств производства станков на готовый продукт как раз получил название и в капиталистическом производстве создан особый механизм амортизации. Ну теперь мы можем конечно рассказать, что происходит у нас в стране. А амортизация, вот ремонт имеющихся станков, он входит в эту амортизацию или это амортизация это именно на новые закладывается. А вот ремонт насколько определяет текущий затрат. Виктор Иванович, то что у нас в стране происходит с этим это вы неоднократно и в красках докладывали. Но а что происходит в развитых странах? Как вот там выглядит вот эта амортизация? Там она как-то законодательно подкреплена на законодательном уровне у нас тоже все хорошо. У нас существует большое постановление правительства, установлены постановлением правительства нормы амортизации. И они в общем-то нормальные. Скажем, станки токарные, слесарные, срок от пяти до семи лет. А вот обрабатывающие центры до пяти лет. Но это что-то очень мало. Нет, это такие нормы амортизации установлены. В соответствии с этими нормами амортизации, что делает капиталист, ну, точнее, бухгалтер на его предприятии, он рассчитывает, если станок служит пять лет, стоимость станка делит на пять частей. Но если поквартально, то еще каждую пять на четыре части. И закладывает в издержки производства. То есть в конечном итоге, если капиталист нормально функционирует, ежеквартально или ежегодно, вот эти необходимые денежные суммы в соответствии с заложенными нормами амортизации возвращаются к капиталисту. Скажем, вот через пять лет вот этот токарный станок должен быть куплен. Другой вопрос, куда эти деньги, которые в массе своей возвращаются капиталистам российским, исчезают, деваются, то их нет на счетах. Они уходят туда и понятно, уходят. Что касается второй, значит, есть понятие обычной амортизации, есть ускоренная амортизация. Вот у нас в стране ускоренная амортизация, но я не сталкивался. Там теоретические статьи есть, на практике, я не знаю, есть или нет. Что значит ускоренная амортизация? То есть буржуазное государство, которое желает стимулировать капиталистов, чтобы они быстрее меняли оборудование, ну а скажем, для России это актуально, ведь мы отстающая страна, и по уровню технической вооруженности, и по уровню производительности труда, конечно, российским капиталистам нужно быстрее менять это оборудование. Поэтому для этого существует понятие ускоренной амортизации, то есть больше норм закладывать можно. Чтобы быстрее накопить необходимый денежный срок, средства, не за 5 лет, а за 4, за 5, за 3 года купить новое оборудование, более производительное. Ну вот у нас похоже, такого нет. А вот затем, чтобы открадывали, чтобы в издержке производства закрадывалась эта амортизация, кто-то следит, или просто такая практика, она есть, просто деньги куда-то деваются? То есть нормы амортизации существуют, я повторяю, они утверждены правительством Российской Федерации, но каких-то мер контроля никаких нет. Никаких. Ни административных, ни уголовных, ничего. Поэтому здесь разнообразие действий капиталистов. Некоторые, наоборот, могут эти нормы амортизации и не использовать. Предположим, токарный станок 7 лет, он заложит себе 20 лет, 30 лет. Такая норма не для капиталистов или для любых предприятий? Нет, для всех. Для всех организаций в России. Независимо от своей собственности. На деле не выполняется ни на гос, ни на частных? Нет. Судя по статистике, в большинстве случаев эти нормы амортизации соблюдаются. То есть на основании этих норм амортизации капиталисты получают, то есть их закладывают в издержки производства, и эти денежные средства возвращаются капиталистам. То есть они в цену закладывают? Необходимо. В массе они закладывают эти нормы амортизации и получают денежные средства, которые они должны использовать на восстановление вот этих израсходных средств производства, станков и оборудований. Другой вопрос, что в лучшем случае половина идет, а половина уходит на другие цели. Туда в офшоры и прочее, в центре концентрации прибыли. Я если не беру тот вопрос, что и часть заработной платы, которую они, пускай, не выплачивают, достоинства рабочих силы, часть библи, а то же самое охажено в госпредприятиях. Государственные предприятия это что? Это те же капиталистические предприятия. Чутка государственная собственность при капитализме. Это общая собственность капиталистов. Все-таки там система контроля могла бы быть какая-то другая. Могла бы быть. Она должна быть. Должна быть установлена административная ответственность, уголовная и прочая. Мер воздействия у нас много. Другое должно не делать. Так, ну в общем-то мы вот эту короткую достаточно игровую мы ее в целом изучили. В целом мы ее изучили. Вот единственное что вот еще Виктор Иванович вот объясните такую вещь. Вот есть соотношение какое-то между этим С и В. Постоянно ну постоянный капитал от слова константа С обозначается а переменные от слова Враеба В. Вот. Между ними соотношение с ростом с научно-техническим прогрессом я сказал бы так соотношение между ними меняется в пользу В в пользу постоянного капитала в пользу Ц в пользу постоянного капитала вот и вот как это отражается и говорят что вот вроде бы как бы на чем отражается значит вот это понятие рабочего как раз за свою зарплату смотрите мы убегаем вообще в третий том в третий том да давайте мы зафиксируем что это важнейшее понятие вот это отношение постоянного капитала к переменному или буквенного выражения отношения Ц к В называется органическое строение капитала да а чтобы понять что такое органическое строение капитала мы должны знать что такое стоимостное строение капитала и что такое техническое строение капитала и это третий том третий том а дальше как влияет вот скажем рост органического строения капитала это действительно общая скажем так тенденция присущая всем капиталистическим сторонам и связана с тем что растет производительность труда даже при капитализме но скажем оно влияет на снижение нормы прибыли до нормы прибыли мы еще тоже не дошли а почему вот стоимость Почему рост производительности труда, он связан с увеличением С? Вот, скажем, если, ну, понятная идея, что, скажем, компьютер это не средство производства, он не дает, так сказать. Но вот повышение производительности компьютера, оно падает в производительности. Ну, что у компьютера? Вот пока есть 300-летняя история капитализма, да, и не только капитализма, и видим такой факт. То есть, ну, вот Марс, кстати, дальше вот в первом томе, он будет приводить пример, что вот новое оборудование, оно и производительнее, и намного дешевле, нежели старое. И это такая тенденция есть. То есть... Ну, общая тенденция при этом... Ну, общая тенденция, тем не менее, С, доля С... Рост органического строения капитала, он имеет место быть. То есть, это монотонная функция? Не монотонная, она может быть вверх-вниз, чуть больше, чуть ниже. Нет, ну, я имею в виду в мире в С, не в конкретном где-то, а в мире в целом это монотонно. Ну, давайте даже на простых примерах. Ну, возьмем труд горняка. Ну, 200 лет назад спускались в забои. Что у него в руках было? Кирка. Да и сейчас на шахтах копанках. Погодите, копанки не будем брать. Начало 20 века, там, первая часть. Что сменило кирку? Огонь и молоток. Ну, уже отношение ЦКВ изменилось. А сейчас, что угольные комбайны. Ну, понятно, что отношение ЦКВ это еще раз подскочило. Вот пример, так сказать, конкретный того, что у нас органическое строение капитала растет. И связано с научно-техническим прогрессом. Прежде всего. Так, ну, и тогда, так сказать, в общем-то, наверное, мы, пожалуй, все сказали по этой игрове шестой. Постоянный переменный капитал. Ну, вывод тогда на еще раз. Что такое постоянный капитал? Что такое переменный капитал? Ну, вот это жевали, жевали. Ну, если нет необходимости, начни. Ну, так, товарищи, может кто-нибудь, Игорь, постоянный переменный капитал? Скажите нам. Свежий голос прозвучал. Постоянный, постоянный капитал. Это, получается, стоимость затраченных на производство товаросредств производства. То есть, это часть капитала совершенно верная, которую капиталист тратит на приобретение средств производства и которая, второй, это фактор важнейший. Ну, Иван, вы помните, что сказали? Или же забыли? Не помню про что, например, которая тратит на приобретение средств производства и которая в процессе производства не меняет. А, ну, конечно, да. Вот это важнейшее. Да, да, да. Соответственно, переменный капитал. Это что? Переменный капитал – это, получается, затраты капиталиста на приобретение рабочей силы и которая в процессе изменяется. В процессе производства? Изменяется. Изменяется. И лично в какую сторону? Ну, создают новую стоимость. Новую стоимость. Вообще говоря, вот это вот очень существенно, да, вот Виктор Иванович на этом застрел. Почему? Потому что здесь наглядно видно, что роботы новой прибавочной стоимости не создадут. Получается. Ну, конечно. Автоматические линии, самые совершенные средства производства, они новой стоимости не создадут. Источник прибавочной стоимости – это только рабочая сила, только живой труд. Ну, можно продолжить вашу мысль. Просто живой труд на основании вот этих, так сказать, с использованием таких передовых станков, более современных, более производительных, может создавать большую прибавочную стоимость. Да. Ты сделаешь десятерых роботов, они на тебя пашут до конца жизни. Роботы кто-то должен создавать, кто-то обслуживать. Это вот кто-то должен. Те же самые роботы. Конечно. Те же самые роботы. Вот. Так что, ну ладно, это мы… Замечательно. Ушли. Вот, да, мы уложились, значит, во время, и еще у нас немножко есть. Вот я бы все-таки немножко подвел итог наших этих годичных трудов праведных. Да, это правильный. Вот. И что мы видим? Мы отзанимались 15 занятий, да? 14-я последняя выражали. 15-я, вот это наше. Это 15 астрономических часов. Это где-то около 20 академических часов по 45 минут, как принято в высших учебных заведениях. Что такое 20 академических часов? Это короткий осенний семестр. Там 10 недель. И вот если каждую неделю проводить один семинар, то это вот будет именно 20 часов. Обычно в осеннем, даже на технических специальностях, я не говорю проэкономические, на политэкономию отводится 4 часа в неделю. Два часа лекция и два часа семинарские занятия. То есть то, что мы отзанимались, это мы отзанимались очень много. Очень мало. Это половина короткого семестра осеннего. Вот мы здесь постигали некоторые сущности. А вот что мы узнали? И что нас сразу же выделяет из часа, наверное, 99% населения? Я, может, не прав, Виктор Иванович, меня поправит. Я пока вывод сделаете. Ну, вывод, да. Во-первых, мы… Я не знаю, с какой капитал изучает. Мы уяснили, да изучать-то можно. Но вот, скажем, я вот опять же, ну это уже будет повтор недопустимый. Но вот товарищ, который писал из Института марксизма ленинизма, предисловие к нему, он здесь пишет, что вот «Отрицание действия закона стоимости при социализме является теоретически несостоятельным и практически вредным. Принятое 27-м съездом КПСС новая редакция программы КПСС и тра-ля-ля и так далее». Ну, вообще, короче, довели страну до перестройки. Это вот писали уважаемые люди, доктора. В каком году писали-то? В 87-м, что ли? Это неуважаемые. Ну, неуважаемые. Вы попробуйте их не уважьте, они вас заклюют. Они диссертацию вас обнулят. Будете их клевать. Пускай мы будем стоять за марксом. Вот, это самое. Так что это вот люди, которые не понимают, они совершенно ключевых вещей. Ну, а сейчас, в связи с известным деградатом нации, за последние десятилетия, как студенты выражаются, ситуация здесь только усугубилась. А что вот мы знаем? Мы знаем, что такое товар. Товар – это, в первую очередь, полезная вещь. Этого тоже многие не понимают. И люди на полном основании пытаются за товары выдавать программы, песни советских времен в том числе, и дерут за это деньги и так далее. Хотя это ни в коей мере не товар, но, как писал маркс, это такая мнимая форма товарного обращения, как в математике мнимые числа. Она может быть. Деньги можно получать вообще за что угодно. Деньги можно получать за то, что ты что-то знаешь и об этом морчишь. Деньги можно получать за то, что ты, наоборот, говоришь то, что тебе сказали говорить. Деньги можно получать за любовь. Деньги можно получать за ненависть. Ты кого-то убил. Деньги можно получать за что угодно вообще. Но не надо говорить, что это товар. Программы компьютерные, там всякие исполнения песен, фильмы и так далее, товарами не являются. Это вот факт. И не случайно попытка выставить их как товары, а этой тенденции, ну, их несколько десятилетий от сиры. Она натыкается на такое сопротивление, и исход этой борьбы здесь, я думаю, не я думаю, а все-таки, конечно, кончится тем, что товаром все эти вещи, они не будут. Это даже раньше произойдет, чем товарное производство упразднится в целом. Затем, что дальше мы знаем? Мы знаем про двойственный характер труда. Мы знаем про то, что вещь, потребительная стоимость, товар, он обладает стоимостью. И стоимость эта, она зависит от затрат абстрактного труда. То есть, то, что тратят рабочие в виде рабочего времени на создание той или иной вещи, вот это и есть его стоимость. Причем это не зависит от вида труда, это не зависит от... Труд здесь выступает чисто как потребление рабочей сиры, как потеря времени, нервных, физических и прочих потенций организма. И вот это лежит в основе стоимости. И мы знаем закон стоимости. То есть, закон стоимости заключается в том, что цены у нас колеблются вокруг вот этого... Закон стоимости – это определение стоимости общественной, необходимой затратами труда и точка. Цен никаких еще нет при законе стоимости. Ну, наверное, да, определение стоимости общественной, необходимой затратами труда. То есть, это как формулировка закона стоимости. Потому что я спрашиваю у товарищей, в том числе у наших, так сказать, достаточно компетентных, они говорят так, что вроде как формулировка закона стоимости, а на Марксом так вот нигде... Говорят, что это цена, как денежное выражение стоимости. Закон стоимости – это... Закон, закон – это спокойное выявление. Да, да. Закон стоимости – это что такое? Что стоит за стоимостью? Затраты труда. Вот и все. Цен-то нет еще. Цена – это денежное выражение стоимости. Чтобы узнать цену, мы должны дать деньги. А деньги – это потом уже после стоимости. Закон стоимости заключается в том, что стоимость – это затраты труда. Это нельзя сказать заключение. Это определение стоимости общественно необходимой затратами труда. Определение стоимости общественно необходимой затратами труда. Ну вот, это вот мы прояснили на последнем занятии. Это существенно. Мы на этом, по крайней мере, на нашем кружке, мы на этом не застряли. Определение стоимости непосредственно необходимой, общественно необходимой затратами труда. Ну а как еще иначе сказать закон стоимости? Так вот, спокойное въявление, спокойное. Определение стоимости общественной необходимой затратам труда. Да, вот это вот очень хорошо, что мы вот это здесь начали копать, и здесь вот докопались до этого. Спасибо, Виктор Иванович. Потому что это вообще говоря существенно. Вот, ну, и здесь, коль скоро стоимость у нас, это категория товарного производства, при социализме, как не товарном производстве, мы знаем, закон стоимости не может выступать в качестве регулятора нетоварной социалистической экономики. И здесь мы обскакали уже самого Иосифа Виссарионовича Сталина, который в этом вопросе относительно предметов потребления, ну, или допустимо, использование слова товара народного потребления, так же, как Михаил Васильевич приводит пример, товарный вагон при социализме, но не товары везет, он везет продукты, да, так же и товары у нас, и магазины у нас, и деньги мы говорим, но это на самом деле не товары, и не торговля, и не деньги. Товарный вагон везет потребительные стоимости. Да, и не деньги. Непосредственно общественные продукты. Да, непосредственно общественные продукты. То есть, и предметы потребления, это точно такие же непосредственно общественные продукты, как и средства производства, и поэтому они, на них точно так же закон стоимости, производство их не регулируется законом стоимости, это не есть регулятор социалистической экономики. Значит, далее, изучая, как вот у нас меняются формы стоимости, начиная от простой случайной единичной формы стоимости, когда два человека встретились и совершенно по-честному обменялись друг с другом предметами какими-то, вот, и кончая, неумолимо эти вот в ходе развития производства, эта форма стоимости приходит к наиболее развитой денежной форме стоимости, когда какой-либо товар выделяется в качестве всеобщего эквивалента и, соответственно, служит в качестве денег. Мы разобрались, что такое деньги, и это им тоже, так сказать, нас несколько выделяет. Вот, это что касается товарного производства, и да, и кроме того, мы видим, что на основании изучения этих вещей мы увидели, что из товарного производства, из товарности неминуемо вырастает капитализм. Как только появился товар, на каких бы честных основах, без эксплуатации, без ничего, люди бы на начальной стадии этими товарами не обменивались, все равно мы неминуемо придем к капитализму. Значит, далее мы увидели, что появляется такая вещь с развитием товарного производства, как капитал, то есть самовозрастающая стоимость. И появляются люди, капиталисты, которые, вражив стоимость, несколько, авансировав некую стоимость, рассчитывают на получение стоимости большей. Мы посмотрели, откуда вообще это может взяться вместе с Марксом, и Маркс пытался и так, и так крутить, тот продает подороже, тот покупает подешевле, и получается, никак здесь за счет чисто в сфере обращения этого не поручишь. Но не поручишь этого и чисто в сфере производства. А откуда берется вот это повышение стоимости? Повышение стоимости, оно берется, ну и в сфере обращений, в сфере производства оно берется от того, что имеется такой специфический товар, как рабочая сила. И Маркс, вот мы это уже успели пройти, он убедительно показал, что этот товар, рабочая сила, имеет свою стоимость, как и всякие другие товары, и происходит все по-честному. То есть капиталист покупает эту рабочую сиру, но рабочая сила, она обладает таким волшебным свойством, что она создает прибавочную стоимость. То есть то, что произведено рабочим, имеет большую стоимость, нежели затраты капиталиста на рабочую сиру и средства производства вместе взятые. И вот только отсюда может получиться прибавочная стоимость. И капитал – это самовозрастающая стоимость, и капиталисты – это вот люди, которые авансируют меньшую стоимость для того, чтобы получить стоимость большую. И кроме того, вот мы вместе с Марксом сосредоточились на том, что такое стоимость рабочей сиры, И мы увидели, что эта стоимость рабочей сиры – это ничего-то там волонтаристское, а это научно определяемое понятие, в которое входит набор брак и услуг, которые необходимы рабочему для воспроизводства рабочей сиры. И это воспроизводство рабочей сиры, оно может быть как нормальное, когда рабочему возмещаются не только затраты на восстановление его личных сир, но и затраты на поддержание семьи, чтобы и на поддержание семьи в широком смысле этого слова, чтобы он мог не только детей вырастить, но и обучить их, и чтобы они заменили его на рабочем месте. Это вот нормальное воспроизводство рабочей сиры. Ну а если рабочий крас борьбы не ведет, и капиталисты в массе своей, кто будет кормить их детей и внуков, их не волнует, им надо сейчас содрать побольше, они сводят эту стоимость рабочей сиры к набору самых необходимых – брак и услуг, без чего рабочий просто-напросто умрет. И на таком уровне рабочие, не ведущие красовой борьбы, они и живут. Но это, еще раз, это научное понятие, и оно вытекает, и оно поддается расчету, и оно никак не зависит от того, что у капиталиста вечно денег нет, а вот как вы много хотите, а где же я денег на это возьму. Но если не знаешь, где денег на это взять, то нечего тебе быть и капиталистом. И это вот, оно имеет существеннейшее значение для борьбы за интересы рабочего класса. Ну вот это в основном, да. Ну и закончили мы сегодня это структурой капитара, вкрадываемого капиталистом в производстве. Мы увидели, что структура эта, она состоит из постоянного и переменного капитара, то есть затрат на средства производства, которые переносятся без изменений во вновь созданный продукт, и затраты на рабочую сиру, которая создает прибавочный продукт, создает новую стоимость, как Виктор Иванович совершенно правильно сказал, и поэтому называется переменным капитаром. Ну вот на этом все, если что-то, что-то. Жадания на следующий, на лето. О, на лето надо прочитать хотя бы первый том. И на 1 октября давайте договоримся. На 1 октября, подождите, а у нас когда там будет? У нас будет 1 пятница. 5 октября. 5 октября, да? 4 октября у нас занятия здесь, университета рабочих корреспондентов. 5 октября. Должно идти дальше. Подождите, а у нас... Норма прибавочной стоимости. У нас в эту ли пятницу будет? У нас же ведь надо так, чтобы она не совпадала с Поповым, с Кружком по науке логики. Тогда вот вы с ним... А это самое, понимаете, это значит, это у нас тогда будет среда 3-го, вторник 2-го. Наверное, 2-го во вторник будет наука логики, так что, наверное, будет не 5-го числа, а будет 5 плюс 7 12-го числа. В пятницу. 12 октября, наверное, у нас будет первое занятие нового учебного года. Вот. Игрова седьмая нам предстоит. Норма прибавочной стоимости. Норма прибавочной стоимости. Норма прибавочной стоимости. 12 октября. 12-е. По-моему, 12-е. Да. Вторая пятница октября. 12-е. Да, да, да. Вот 12 октября. Совершенно верно. Вот. Так что вот здесь мы... Ну, а пока счастливо отдохнуть, товарищи. Нет, я бы рекомендовал почитать за лето первый том «Капитала». Первый том «Капитала». Отдыхатель читать, да? Нет, оттыхатель. А это его и слушай отдых. Отдых – это работа над собой и, собственно, развитие. Свободное время. Разобьетесь. Разобьетесь. Там много чего полезного и интересного. Товарищи, спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok